Сегодня 11 февраля 2015 года. Мы находимся в поселке Риткотуб. Сейчас ополченец позвонил Сосна. Расскажет вам о ситуации, которая здесь проходила буквально 4 дня назад. Здесь находились передовые позиции у Украфов. Тут были их расположения, была станция заправки техники. Также у них стояла здесь бронетехника и есть капониры, которые я чуть позже вам покажу. Основные бои проходили как раз на этом направлении. Дальше находится сам поселок, на станции. Были уже сученые бои на протяжении 2,5 недели. Сделание 2-го потолкового батальона 7-й стрелковой бригады армии ДНР. Мы сдерживали здесь выход из кольца. Там дальше был пост и непосредственно здесь находилась общая часть людей. Это 128-я горнопехотная, ее остатки. 25-й батальон Киевская Русь. И по информации нет. Нет никаких других зеркалом, которые вышли выше. Иностранных наемников. Мы с вами... Нет, не планировались. Насчет того, что наши люди проходили в 4-м лет. В жилом секторе у них не было дороги, чтобы выйти на камеру. Единственный каких-то выходов был из этого района, из этого контакта, скажем так, где мы начали пенаж. На 2 недели мы потеряли 130 человек. То есть это больно было. По потере военнослужащих Украины приблизительно где-то около 200 человек. Большую часть они, конечно, вывезли. Остальных часть мы захоронили, часть до сих пор валяется. Насколько я знаю, часть до сих пор еще здесь, да? Да, часть находится в поле и непосредственно где-то по подвалам, по почкам и так далее. То есть они их даже не забирают? Да, они их даже не забирают. Также было уничтожено за 2 недели. Около 7 танков, 10 ПНП, 4 ТЛБ и БРД Махтриш-Путин. Это то, что мы с СССР, не считаем уже Уралов и прочие ледо-мелые техники, чтобы вновь не приезжали. Но сейчас в данный момент слышно, не знаю, в камеру слышно или нет, работают грады. Техника украинская, украинских вооруженных сил, вот Урал разбитый, вот здесь танк. Вот непосредственно один из бункеров, я его, конечно, назову, но весьма хорошим укрепленным джобом. То есть, где они прятались в случае арт-ударов, как таковых. Вот они очень приятные, то есть по 4 мм слоев скатки, дерево, бетон, иногда используют даже шпалы. Плюс сверху, как вы видите, накидано куча мусора, пустых ящиков с песком, что еще как бы придает определенное укрепление. Здесь было их расположение, мы тут более-менее что-то повыкидывали. Барахло, да? Да, барахло. Бросали все на свободу, вплоть до сотовых телефонов личных, каких-то вещей, не забрали ничего. Была даже найдена канолевая нулевая форма. Причем натовская, с шевронами Германии и Великобритании маршитые. Ну, скорее всего, гуманитарка, хотя, судя по поделке, я вам сейчас покажу один ящик. Как можно видеть надпись, поставщик управления вещей торговой. Министерство национальной обороны Социалистической Республики Румыния, Бухарест. То же самое и нижний ящик. Английский формы много. Английский, да. Был жилет английский. Вот, вы можете видеть, это приблизительная толщина, которая у них идет. Но есть еще и более укрепленные. Тут, если, как я понимаю, жила какая-то, скорее всего, была располага обычных солдат, то следующая располага, скорее всего, была офицерская. Потому что там и укрепления получше. Что дело? На этой части половине деревни находились наши. Это вторая часть половины деревни. Это как раз определенная станция. Вот они находились. Принеса обороны включилась так, что техники смогли прорваться на маленькую часть. Вот, как вы видите, форт практически расстреливали. Дома, где находились после товарищей. ПМП. Было две штуки. После чего заходили танки. Те, кто оставалось ничего еще, хранили прямо в подвалах. Дома. То есть танк заезжал тупо в том, проходя, складывал, крутился на месте и уезжал. Пацаны, к сожалению, в подвалах там многие погибли под залогами. Наши ребята. Да, наши ребята. Ну что? Наше подкрепление. Сумели их выбить. И в этот же буквально минут через двадцать полностью колонна, кинувся на свою позицию, ушел в направлении Канельки. После чего река Дубка была полностью встала в нашу территорию. И мы позвали ваших ВСУшников на территорию. Как мы слышим, параллельно с репортажем, обстрелы не прекращаются. Но это очень хорошо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...